Здравствуйте! Сейчас передо мной находится китайский планшет, называется он Sonei N10, это версия с 3G. Планшет выглядит весьма скромно, выполнен он из белого глянцевого пластика и по бокам вот такой вот серебристый пластик. И тыльная сторона его тоже из белого глянцевого пластика. Сзади тут же мы видим камеру, это основная камера на 2 мегапикселя заявленных, или в Antutu 0.8 мегапикселей работает она приблизительно так же. С вот этой вот стороны мы видим интерфейсы, здесь вот разъем для подключения зарядного устройства, далее microUSB, утопленная кнопка RESET, microSD карта, тут же разъем за вот этой шторкой скрывается под сим-карту, здесь вы можете вставить 3G, либо GSM карту любого оператора, и здесь стандартный разъем для гарнитуры, и точка вот эта, это выход микрофона. Сверху мы видим кнопку включения и качельку громкости, на других сторонах больше ничего. Ага, вот здесь вот видим, похоже, что стереодинамик с левой стороны, и снизу сторона глухая. Далее здесь в фронтальной панели, кроме экрана и камеры для видеоконференции, которая такая же, как и основная, мы ничего более не видим. При включении аппарата у нас бросается в глаза хороший экран, он выполнен на IPS-матрице, LED-подсветка, углы обзора у него 180 градусов или близко к тому. Разрешение составляет 1280 на 800 пикселей, диагональ экрана 10,1 дюйма. Эта версия планшета выполнена на процессоре Qualcomm QRD-MSM8625, это двухъядерный чип. С загрузится я продемонстрирую его характеристики. Здесь же присутствует, кстати, двухъядерный чип по 1 Гц, визуализация Adreno 203, это графический чип. Существует версия этого планшета с процессором Molwine A10 с визуализацией Mali-400. Но это, наверное, будет работать немного побыстрее. Здесь присутствует также АЗУ 1 ГБ и постоянной памяти 4 ГБ. Это версия Android 4.04. По своим характеристикам он приблизительно находится на одном уровне с Amazon Kindle Fire. Вот индекс 5242 попугая, но не этим примечательный планшет. Вот 3G-модуль я уже говорил, здесь же присутствует еще и полноценный GPS-модуль. То есть вы, получается, нигде не потеряетесь и всегда будете на связи. При этом качественный экран, батарея 7000 мА в час, вес устройства всего лишь 617 грамм и толщина корпуса 9,3 мм. Очень интересная штуковина при небольшой стоимости. Его упаковка, вот так вот она выглядит, уже сейчас можно рассмотреть, что экран здесь не экранный, а картон здесь очень плотный. Упаковка очень тяжелая и я думаю, что что бы с ней не происходило, планшет доедет в целостности и сохранности. Самая, наверное, тяжелая коробка, которую я видел для планшетов. Далее здесь у нас обратная сторона такая же самая. Здесь у нас еще присутствует комплектация. Комплектация весьма богатая. У нас переходник для зарядки. Сам блок питания или зарядное устройство. Здесь документы и инструкция на китайском языке. Кабель USB на microUSB. Гарнитура. Вот так выглядит шнурок USB. Зарядный разъем. Вот и G-шнурок. И здесь где-то... Церковь, наверное, для извлечения сим-карты. Ну, пожалуй, на этом все. Спасибо за внимание.